ребят всем привет у меня сейчас такие немного новости странные немного неожиданные я вот сидела знаете просто залипала в youtube чеки вот у меня голова такая после тренировки не накрашены в общем не в этом дело у нас по ходу сейчас будет год не понимаю в общем я в любом случае сделаю полноценное такое мини-видео выставлю его у нас на первом этаже есть неблагополучные такие знаете люди которые там постантусят бухают на такие но не самые ответственные там драки у них стекла побитые в них есть которые я ставлю как они выглядят один у них очень породистый 2 у них обычный на очень милый красивый кот и эти котики у них живут как мне кажется на балконе у них балкон это пристройка как знать такой большой балконище и они постоянно сидят на окнах где нету стекла потому что они у них разбиты и просят у людей еду и ну понятное дело что все вечно у нас в одессе все бабульки по всем дворам кормят кошек уличных и эти тоже вечно высовываются из окна и просят еду и понятное дело что люди их тоже подкармливать гладит и эти коты вы просто не представляете насколько они голодные для домашних они просто на эту еду кидается как не знаю может их вообще не кормит может их кормит по чуть-чуть вот какой-то мизер раз в день и понимаете у них вот сейчас было раньше два кота братик и девочка девочка у них спрыгнула с окна и ее задавила машина насмерть в общем это нам рассказывала соседка мы в тот момент были в киеве в августе ну тоже очень жалко кошка была такая классная такая нежная они вот такие коммуникабельные они вот были брат сестра одинаковые остался только братик и вот был у них только братик 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 мы тоже знаете думали по поводу него хочется помогать мы ходим тоже подкармливаем вот и они взяли еще одного кота мы думали что взяли и при том и такие смотрим блин кот породистый где него взяли оборота это вот я недавно прогуглила называется devon rex очень такая редкая дорогая порода в которой нужно тоже бережно относиться правильно кормить ухаживать за ним вот он у их как бы тоже голоднющий плачевном состоянии у него плохи у него какой-то непонятной ошейник который ему давит натирают кожу не тут уже залысинка у него больные глазки они его тоже не лечит и они мало то что его не кормят той едой которая нужна для его пищеварения потому что этот код знаете экзотика как бы у него специально это диета грубо говоря мало то что не кормят в принципе по этому питанию мне кажется не кормят его вообще и все что он получает это вот эти дешевые корма которые допустим покупают люди для уличных кошек мяу китики ты прочее закидывают им на подоконник чтобы они покушали вот и все что он кушает я думаю это вот это ну вы понимаете что это в принципе не питание для кота такой породы и как бы для него то может закончиться все очень плохо и как бы скоро вот поэтому два кота мы забрать себе не можем нам принципе один год сейчас очень сложно дастся потому что у нас столько всего впереди у нас поездки переезды и конечно я не планировала брать кота но помочь спасти животному хочется потому что понимаете я бы забрала двоих но я не могу двоих забрать и я заберу того которому не то что знаете он просто породистый классный а из-за того что если ему не помочь он реально погибнет от такого потому что но нельзя так обращаться животному мне кажется они живут на балконе на пристройке в общем 1 хотим забрать потому что он породистый за ними следят как требуется в общем купила им пачку корма они накинулись на нее как дикие как будто не ели очень долгое время просто жесть смотрите они поели все равно очень голодные тут который породист у него слизятся глаз еще него куча блог и он мерзнет и его вот мы хотим забрать этого кто же x в общем так я вот ребят уже отделась мне еще ждать 15 минутные такая знаете прямо на стрёме так сказать адреналинчик адреналинчик работает и по все так неожиданно честно в общем знакомьтесь с ним поближе вот такой тон красавчик иди сюда его звали лорд но мы его переименуем сейчас мы еще думаем над именем потому что не знаю лорд как-то нам не сильно нравится 10 вот такой красавчик у нас сегодня предстоит поход ветклинику потому что нужно узнать по поводу него кучи разных деталей вообще-то солнышко очень ласковая он всю ночь спал у нас в кровати между мной и сашей и вообще он постоянно мурлыкает постоянно хочет внимания просто знаете прям вообще правда он такой громкий мяукает очень шумно так что ребят вот такой дверь к нам прибавился в семью как говорится во время никогда не наступит перед нашим полетом в путешествие перед нашим переездом в другой город мы себе блин взяли кота вот вы понимаете что ты там делаешь вот чтоб нам жизнь марина не казалось и побольше проблем к нам прибавилось ну посмотрите какое солнышко да малыш сходим в больничку узнаем что там у тебя по здоровью твоему морлыка ушки от эти конечно и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok